Ветхое жилье разваливается, в квартирах нет горячей воды, подъезды в ужасном состоянии. Ответственные лица исполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Жители этого дома уже больше года живут без горячей воды. Всем же хочется, чтобы было у нас какие-то условия для жизни. Без горячей воды. Вот в тех домах тоже редко, вот в том доме редко вода бывает. Родниковые вообще без воды, вот сколько я и все знакомые, все говорят, что тоже нет воды у них. Жильцы дома в центре города ежедневно переживают за свою жизнь. Над их подъездом нависают опасные деревья. У нас кого-то же пришибет рано или поздно, ну вот просто висит ветка аварийная, это вот хорошо видно, можно заснять, пожалуйста. И как бы, ну мы просто боимся выходить в свой двор. Жизнь без горячей воды. Жильцы дома на Севрикова 10 в Олейске не понаслышке знают о такой проблеме. Ведь им не первый год приходится закалять тело холодной водой и добиваться человеческих условий проживания. Чтобы помыться, жильцы этого дома каждый день вынуждены проходить квест. Проблемы с горячей водой в квартирах начались еще в 2019 году, когда их дом подключили к новой котельной. Как подключили 22-ю, тепловая компания Шипоновская начала обслуживать нас. У нас вода была, ну, минимум 40 градусов, максимум только. Потом все меньше, 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 и в конце концов в этом году, вообще нет, уже год у нас еще нет воды горячей. При строительстве этой котельной, при занизили, вроде как бы трубы, не тот диаметр поставили. Поэтому вам не хватает воды. До этого нам хватало воды, после год нам не стало воды хватать. Вообще, когда подключили эту котельную, настолько грязная вода шла, вот грязь, натуральная земля, у нас ванны поиспортились из-за этого, потому что чистили, и чистили, и чистили. Как мазутом все было смазано. Многочисленные обращения в различные ведомства не дают результатов, подчеркивают жильцы. Перебой с горячим водоснабжением начались после установки управляющей организации циркулирующих насосов во внутреннюю систему горячего водоснабжения многоквартирных домов по переулку Олимпийский, тем самым нарушив гидравлический режим подачи горячей воды в трассе по улице Севрикова. В ведомствах наличие проблемы признают, однако мер, которые все-таки ее решат, не предпринимают. Но зато плата за коммунальную услугу по горячему водоснабжению не взымается. Дом, когда перешел в мое управление, у них уже были проблемы с горячей водой. То есть были разбирательства. Мы со своей стороны на вводе составляем акты, обращаемся в ресурсоснабжающую организацию. Пытались, проходили по трассе уже своими силами с теми же ресурсниками, там, где возможно было перекрыть. То есть при отсечении ряда домов, которые идут от трубы на другую сторону, сюда вода заходит. Как только регулировку начинают делать, чтобы еще там раз, два, три, четыре дома по этой ветке, все, температура воды падает. Ресурсовик, шипуновская тепловая компания отказалась от комментария по телефону. Мы направили официальный запрос. Как справляемся? Если возможно съесть баню и стопить где-нибудь и помыться. На газе греем и моемся. На газе греем воду и моемся, а больше выхода грязно не пойдешь. Кстати, с тех же времен начались проблемы и с отоплением. Однако оплата за тепло по полному тарифу возмущены жильцы. Получается в месяц около 7 тысяч. Только за отопление. Отопление только одно. Вот у меня трехкомнатная квартира, я за отопление получу почти 7 тысяч. Ну, тоже за отопление. 5-6. И получается, квартира зимой у меня выходит около 11 тысяч. И мерзнем, и болеем. Еще на первых этажах вообще холодно. Ни полотенчики не прогреваются. У нас от воды до горячей полотенчики. Сыра в квартире. Вся эта техника бытовая портится. Все ржавеет, все холодно. Ну, вообще невозможно. Мы в основном здесь уже все в доме почти пенсионеры. Ну, ладно, лето прошло. Мы там банят туда-сюда, кто-то одет, а как-то. Зима наступает. Ну, лето не вечно, а теплее, да. Не помыться ничего, утром встаешь, вода ледяная. Это же ужас один, ну что такое. В центральной части города, на Ленина 136, люди боятся за свои жизни и жизни своих близких. По их мнению, аварийные деревья ежедневно угрожают их безопасности. Просто посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Смисает вот снегозадержатель или что это. Он не сегодня-завтра кому-нибудь прилетит по голове. Вот эти вот аварийные деревья все. Особенно вон то. Видите, уже ветка сломалась. Вон то в наклон стоит. У меня просто был недавно случай. Товарищу прилетело вот это дерево по голове и сломало дверь на машине. Управляющая компания этого же района выплачивала. Ему 160 тысяч они выплатили. Жильцы в недоумении. Во избежание подобных случаев они обращаются в различные ведомства. Однако получают одни отписки. Меня беспокоит бездействие нашей управляющей компании. То есть я уже обращался в администрацию, уже звонил в московскую прокуратуру, уже съездил в Алтай стройный отзор. Вот у нас окно и вот оно дерево. И как начинает ветер, аж окно трещит у нас все. Не выбивало окна? Не выбивало, но страшно. Также люди жалуются на постоянную свалку около дома. Дворник отсутствует, хотя на уборку территории выделяются средства, подчеркивает Станислав Анкудинов. Крайне недовольны жители и с состоянием подъезда. Ничего, мы определили своими силами. Желецы занимались строители, получается. Сколько что тут говорили. Вот посмотрите, тут ни штукатурку, ничего никто никогда не делал. А своими силами что тут сделали? Просто побелили подъезд, чтобы хотя бы он был белый. Вот все выпадывало вообще? Все выпадывало полностью, вот все рассыпается. В секции на общей кухне холодно, говорят жильцы. Приходится спасаться подручными средствами. Зачем? Загадка. За ответами мы пытались обратиться в управляющую организацию. Дом обслуживает УК «Паритет». Здравствуйте, управляющая компания. Добрый день еще раз. Это вас снова телеканал «Толк беспокоит». Там у вас не появился никто? Ну, без комментариев, пожалуйста. Обратите внимание, что ветка прям висит, вон она. Она не сегодня, завтра на кого-нибудь упадет. И как бы говорим, ну это бесполезно. А с той стороны посмотреть на дом? Ну, этикетка, потому что там как бы красная линия. А во двор заходишь, ну здесь просто невыносимо. Вот с этим вот мы боремся и не знаем, что делать. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. Это был «Коммунальный патруль». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...